Начнем мы с новостей про Microsoft и Activision Blizzard. Издательство «Политика» сообщает, что Еврокомиссия направила в адрес Microsoft документ, в котором указаны опасения органа относительно сделки между технологическим гигантом и Activision Blizzard. Microsoft, в свою очередь, не очень переживает по поводу опасений ЕС и выразил уверенность в том, что ей удастся найти выход из сложившейся ситуации. «Мы внимательно прислушиваемся к опасениям Еврокомиссии и уверены, что сможем все уладить», отметил представитель Microsoft. Что именно за опасения указаны в документе, неизвестно. Однако ранее европейский регулятор уже озвучил свои переживания за Sony, который якобы будет очень тяжело конкурировать с Microsoft после сделки. Глава разработки Hi-Fi Rush рассказал в интервью издательству IGN, почему проект обошелся без пиара и вышел в день анонса. По его словам, перед релизом разработчики показали игру коллегам из других команд, принадлежащих Bethesda. По сообщениям, прием был положительным, что, возможно, способствовало решению выпустить игру в качестве сюрприза. Кроме того, маркетинговая команда не была убеждена в том, что более длительная рекламная кампания пойдет на пользу игре. Вместо этого было решено выпустить Hi-Fi Rush без всякой шумихи, в надежде, что новость о продукте Tango Gameworks разойдется, как это произошло среди сотрудников Bethesda Softworks. Разработчики, получившие возможность опробовать игру до выхода, были в восторге и быстро начали обсуждать ее между собой. Маркетологи пошли на риск, который с лихвой окупился. Hi-Fi Rush блестяще справилась с задачей без трейлеров, дневников разработчиков и мелких деталей. Возможно, некоторым стоит у них поучиться. Актриса Эль Фаннинг стала гостью подкаста гениального Хидео Кодзимы под названием Brain Structure, в ходе которого гений и актрисы обсудили их знакомство и то, какая роль была отведена ей в Death Stranding 2. Как оказалось, Кодзима всегда был большим поклонником Фаннинг, и следил за ее карьерой еще с тех времен, когда она была совсем юной. Хидео сразу хотел привлечь актрису к работе на Death Stranding 2. С этим ему помог режиссер Николас Виндинг-Рефн, который не только сотрудничал с Кодзимой при работе над оригинальной Death Stranding, но также являлся автором триллера Неоновый демон, где Эль Фаннинг играет главную роль. Ник связался со мной и сказал, что Хидео его друг гений, что я просто обязана принять участие в этом проекте. После я сама захотела стать частью этого. Я позвонила Хидео по зуму, услышала секреты, немного истории. Думаю, это будет чем-то большим, чем простая игра, говорит Фаннинг. Сама Фаннинг не увлекается играми и не знакома с индустрией вообще. Присутствовавший в подкасте Джефф Кейли отметил, что Кодзима специально писал сюжет Death Stranding 2 под Фаннинг. Ее героине отведена центральная роль. Недавно несколько журналистов получили превью-версию Hogwarts Legacy, что позволило представителям игровой прессы подробнее рассказать о том, чем же является проект. Итак, подтверждена репрезентация ЛГБТ, гомосексуальной персонажи. В целом, у Hogwarts Legacy похвальное разнообразие, цитата. Разработчики постарались сделать инклюзивную версию этого мира, более инклюзивную, чем та, что есть в книгах. Для журналиста это было самое сложное превью в карьере, поскольку превью-версия Hogwarts Legacy сильно ограничена. Несколько минут в редакторе, короткая часть вступления, короткая и, по сути, срежиссированная прогулка по некоторым локациям. Журналисту это заставило беспокоиться о состоянии игры, поскольку он толком ничего в Hogwarts Legacy не смог посмотреть. То есть оценить качество игры невозможно. В Wizards Guide, нечто вроде меню, было много скучных заданий на сбор чего-то. Не совсем ясно, почему большая часть Hogwarts Legacy проходит за пределами замка Хогвартс. Обоснование необходимости открытого мира пока туманное. Сам Хогвартс выглядит великолепно, похвалили детализацию, текстуры и музыку. Мини-игра с квафлом и акцио оставляет желать лучшего. Сбор страниц, коллекционный предмет и интересен, поскольку позволяет получить информацию о лоре. Особенно интересно будет тем, кто не очень хорошо знаком со вселенной Гарри Поттера. Выбор квестов для превью считает странным, удивляясь, кто вообще должен быть в восторге от чего-то подобного. Журналисты надеются, что большинство других квестов в Хогвартс Легаси будут интереснее. Управление в Хогвартс Легаси не отлажено до конца, оно слишком чувствительное, движение камеры сложно контролировать. Бой ощущается получше, чем в демонстрационных роликах. Использовать комбо интересно и весело. Бои происходят без крови и без расчлененки. На метле летать в целом понравилось, но в узких местах могут возникнуть трудности с управлением. Игра выйдет уже 10 февраля на ПК, Xbox Series и PlayStation 5. А вообще, владеть PlayStation в 2023 году — это то еще удовольствие. Официальный магазин не работает, новые игры на физических носителях в местных магазинах появляются через несколько недель после релиза. Да и стоимость за некоторые новинки переваливает за 5000 рублей. И если вас также беспокоит эта ситуация, то можете расслабиться, потому что у меня для вас отличные новости. Ведь мы знаем способ покупать игры и подписки дешевле, а именно в PS Store Турция. Например, стоимость максимальной подписки Deluxe на 12 месяцев дешевле, чем на российских маркетплейсах. А прямо сейчас вы можете забрать уже упомянутую Хогвартс Легаси бесплатно за лайк и подписку. Никаких дополнительных действий не требуется. Хотите сделать заказ? Не забудьте про специальный промокод DLC, и вы получите дополнительные 100 рублей скидки. Магазин надежный, можете не сомневаться. Работает с апреля 2022 года. Имеет множество положительных отзывов в обсуждениях от реальных людей. Чтобы сделать заказ на любую игру или подписку, просто напишите в личные сообщения сообществу ВКонтакте, и не забудьте указать промокод. Так чего же вы ждете? Переходите по ссылке в описании, и экономьте на играх и подписках вместе с PS Store Турция. Новый патч для The Witcher 3 Wild Hunt должен был улучшить производительность. Но, как оказалось, для некоторых игроков он сработал наоборот. В Стиме игроки пожаловались на патч третьего Ведьмака. Порой возникает ощущение, что патч лишил их примерно 50% производительности игры. Например, ранее у пользователя игра работала в 60 фпс при разрешении 1440 пи, а теперь 30-40 фпс. Он уточнил, что играет без трассировки лучей. Другой игрок сообщил, что он теперь теряет в режиме без лучей около 5 фпс, а при игре с RT фпс вырос на 5-10. Судя по сообщениям, получилась такая информация, что при игре в The Witcher 3 Wild Hunt без трассировки производительность стала хуже, а в режиме с трассировкой она стала чуть лучше. Вот так вот, выпустили патч, а улучшить техническое состояние патчами и патчами к патчам не выходит. Известный инсайдер Том Хендерсон пообщался с некоторыми анонимными разработчиками Dragon Age Dreadwolf. И из того, что он услышал, журналист заключил, что новая часть ролевой серии вряд ли выйдет в 2023 году. Стоит скорее ожидать премьеры не ранее 2024 года. По данным инсайдера, работа над Dreadwolf началась в 2015 году, но за прошедшие 8 лет разработка претерпела значительные изменения. В начале 2021-го она, предположительно, резко изменила направление. По словам Джейсона Шрайера из Bloomberg, именно на этом этапе разработчики отказались от запланированных многопользовательских компонентов. По словам источников, некоторые из этих компонентов все еще в некоторой степени ощущаются в текущей сборке. Игру сравнили с Destiny, где игроки готовились к очередной миссии в центральном хабе. И подобный игровой центр будет играть жизненно важную роль даже при однопользовательском формате Dreadwolf. Якутская студия Fantastic выпустила 10-минутный ролик с демонстрацией игрового процесса выживача The Day Before. На кадрах показана система крафта, отстрел зараженных и блуждания по пустому городу. Показ игры не понравился большей части аудитории. Графика далеко не нексген, анимации топорные, а геймплей кажется скучным. Журналистам удалось узнать, что разработка игры продвигается не очень гладко. Менеджмент ставит непосильные задачи и неадекватные сроки. Команда Fantastic в основном состоит из новичков, а братья готовцевы просто осваивают бюджеты. Скандал с торговой маркой якобы и вовсе был выдуман ради получения повода для переноса игры. Релиз игры теперь запланирован на 10 ноября 2023 года. На фоне всех этих событий на якутскую The Day Before обратила внимание западная компания Tiny Build Games. Основатель Алекс Нечипорчик в социальной сети обратился к Майтона, издателю The Day Before. Алекс написал пост, оставив ссылку на ролик о происходящем с игрой. The Day Before оказывается не настоящая игра, в ней нет реального геймплея. Это не ММО, я с радостью выкуплю ее у разработчиков и сделаю из нее настоящую PvP-ММО. Вся эта история The Day Before очень странная. Модер Халк Хоган выпустил трейлер, демонстрирующий его новый проект Cyberpunk 2077 HD Reworked. В течение многих лет Модер создавал модификацию, улучшающую The Witcher 3 Wild Hunt. Автор был отмечен CD Projekt Red, и его работа нашла отражение в обновленной версии приключений Геральта. Проект Cyberpunk 2077 HD Reworked пойдет примерно по тем же стопам. Судя по первому трейлеру, автор будет улучшать текстуры игры. Но происходить улучшения будут постепенно, а на завершение проекта потребуется какое-то время. Хотя сам Халк Хоган Пиел пишет, что дата выхода ожидается скоро. Возможно, Модер планирует добавить все улучшения до выхода дополнения Cyberpunk 2077 в Phantom Liberty. Что ж, именно на таких ребятах и держатся многие крупные проекты. Недавно у Мпресс были проблемы со взломом Denuvo. Однако сейчас дела наладились, и девушка-хакер полна оптимизма. Она выпустила сообщение, что антипиратская защита Denuvo, которую Warner Bros. собираются поставить на Хогвартс Легаси, будет взломана в приоритетном порядке. Конкретно был назван срок в 10 дней. Она сообщает, что в 2023 году будет множество значимых релизов, которые отныне будут взламываться максимально быстро. Ранее на это уходило полгода-год. Мпресс перенесет личные проекты и займется борьбой с Denuvo, так как сейчас получает на это донаты. Напомним, Мпресс — одна из немногих хакеров, которые сейчас занимаются взломом игр. Ранее она обошла защиту Dying Light 2, Red Dead Redemption 2, Mortal Kombat 11, Tekken 7 и других. Разработчики The Last of Us для ПК объявили, что релиз состоится позже, чем ожидалось. Предполагалось, что игру выпустят на ПК в Steam 3 марта 2023 года, но что-то пошло не так. Разработчики приняли решение перенести дату релиза. Naughty Dog заявила, что необходимо дополнительное время на доработку ПК-версии The Last of Us Part 1. Команда хочет, чтобы игра соответствовала стандартам игроков и самой Naughty Dog. Неизвестно, что конкретно послужило причиной для переноса даты релиза The Last of Us на ПК. Может, столкнулись с некими техническими проблемами. Теперь The Last of Us Part 1 планируют выпустить на ПК 28 марта. Ремейк Dead Space многим понравился, вот только пока в игре нет русской локализации. Исправить это вызвались команды The Miracle и Team Rick. Обещает профессиональный художественный перевод отменного качества. Ожидается, что перевод будет готов до конца февраля. Кроме того, за проект взялась еще одна студия. Механик Свойсовер объявил о своих намерениях сделать полную русскую локализацию ремейка Dead Space. Энтузиасты первым делом хотят пригласить Петра Гланса и Рамилю Искандер, озвучивавших Зака Хэммонда и Кендру Дэниелс в оригинальный Dead Space 2008 года. Также обещает привлечь Нону Виноградову, Присцилла из Ведьмака и Доктор Вален из X-Ком, чьим голосом говорил искусственный интеллект Ишимура. Остальные актеры, участвовавшие в русской озвучке героев оригинальной версии игры, если и появятся в ремейке, то только в качестве камел. Первая демо Mechanics VoiceOver намерена показать уже в марте. К апрелю должна быть готова текстовая локализация, а саму озвучку стоит ждать к лету. Турецкая аутсорсинговая студия Lirtes Studios, помогавшая с разработкой Hyperscape, Dying Light 2 и Call of Duty Black Ops Cold War, анонсировала стелс-экшн с головоломками в сеттинге киберпанка под названием Ellie Stalker. Анонс студия сопроводила дебютным трейлером, где показала места действия игры, город и пустошь. Также в ролике можно увидеть главного героя. Действия Ellie Stalker развернутся в далеком 2080 году в Техтопии, одном из крупнейших городов планеты. А главным героем будет бывший агент одной из правящих корпораций, который в прошлом занимался проведением экспериментов над бедными жителями пустоши. Спустя время он вернулся, чтобы защитить ущемленных жителей от корпораций. Судя по всему, проект находится на ранней стадии разработки, поэтому у него нет даты выхода. Игра создается на Unreal Engine 5 для ПК, PS5 и Xbox Series XS. Шутер с открытым миром Redfall от Arkane — одна из самых ожидаемых игр этого года. Но недавнее откровение о том, что игра требует постоянного онлайн-соединения, даже в одиночной игре, обескуражило геймеров, и многие решили отказаться от ее покупки. Решение сделать Redfall игрой с постоянным онлайном особенно удивляет игроков, учитывая заверения Bethesda о том, что, несмотря на то, что акцент будет сделан на кооперативе, игра удовлетворит поклонников однопользовательских предложений Arkane, таких как Dishonored и Dazzle. Более того, его незначительные преимущества значительно уступают существенным недостаткам. Для некоторых это означает невозможность насладиться игрой в одиночку, если серверы вдруг выйдут из строя. А для тех, кто не имеет доступа к сети или имеет ненадежное соединение, невозможность играть. Напомним, что Redfall выйдет всего через несколько месяцев, 2 мая. Polyphony Digital начала работу над следующей игрой Gran Turismo. Об этом заявил босс команды Кадзунори Ямаути в интервью японскому изданию GameWatch. По его словам, команда уже начинает работать над новым проектом, хотя подробности глава студии пока не привел. Можно предположить, что условная Gran Turismo 8 находится на раннем этапе, поскольку в активе команды есть Gran Turismo 7, которую нужно поддерживать. Ведь на подходе ожидается обновление с поддержкой PlayStation VR 2. В любом случае, остается только ждать. Опубликован финансовый отчет Electronic Arts за третий квартал 2022 года. FIFA 23 находится на пути к тому, чтобы стать крупнейшей игрой в истории серии. Активные учетные записи в EA расширились до 650 миллионов человек. Прибыль от предзаказов снизилась на 9%, до 2,34 миллиардов долларов, 1,6 миллиарда долларов из которых приносят игры-сервисы. Тем не менее, операционная прибыль увеличилась более чем вдвое и составила 289 миллионов долларов. EA также снизила годовой прогноз по выручке и прибыли на акцию. Разработчики хотят полностью уйти в поддержку Battlefield 2042. Цитата. «Мы усердно работаем над развитием Battlefield 2042 и готовим наши будущие игры Battlefield в наших студиях по всему миру». THQ Nordic опубликовала трейлер Aurora Shorts, платного дополнения для симулятора охотников Way of the Hunter. Посвящено оно Аляске. Ролик демонстрирует пейзажи и новых животных, среди которых бизоны и олени в аппите. Всего DLC обещает 14 новых животных. Одновременно с Aurora Shorts выйдет и бесплатный патч, который добавит в игру арбалеты. Согласно сюжету, главному герою достается домик, который окружает красивая местность и большое количество диких зверей. Игрокам предстоит охотиться на живность и следить за своей безопасностью, поскольку не каждый зверь окажется безобидным. Way of the Hunter уже доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X и S. Дата выхода дополнения пока неизвестна. Как утверждает журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, ссылаясь на свои собственные источники, Electronic Arts отменила некий проект под кодовым названием Titanfall Legends, находившийся в разработке у Respawn. Это была одиночная игра по вселенной Titanfall и Apex Legends, над которой работала команда из 50 человек. Внезапно освободившихся работников распределят по другим проектам, а тех, кого не смогут занять чем-то полезным для компании, просто уволят, предварительно вручив выходные пособия. Современные консоли PlayStation 5 продолжают рекламировать не только с помощью банальных баннеров или роликов в интернете. Появились огромные реплики консоли нового поколения. Например, гигантскую PlayStation 5 сфотографировали в Италии. Обставлено все так, словно она рухнула с небес. Также большую консоль нового поколения заметили в Дубае, где устроили небольшое световое шоу. Компания проворачивает масштабный рекламный трюк, ведь кроме того, по всему миру появляются гигантские скульптуры, посвященные играм от PlayStation. Rockstar начала набирать людей на несколько должностей. Компании требуются графические дизайнеры, аниматоры и тестировщики. И востребованность последних говорит о том, что проект, о котором идет речь, вступает в следующую стадию разработки. Журналист Крис Клиппл, который обратил внимание на объявление, подчеркнул, что в этом нет ничего необычного, поскольку Rockstar и раньше делала открытый набор тестировщиков. Например, в апреле 2018 года компания хотела получить отзывы о Red Dead Redemption 2, поскольку игра должна была выйти через полгода. Тестирование также проходило в 2019 году, когда, вероятно, тестировали издания для ПК. Возможно, Rockstar ищет людей, чтобы протестировать GTA 6. Клиппл также напомнил, что новый контент создается и для GTA Online, но сложно представить, что компания набирает новых людей для старого проекта. Недавно Electronic Arts объявила о закрытии Apex Legends Mobile. В игру можно было донатить, и кто-то вкладывал деньги, ожидая долгий жизненный цикл проекта. Объявление EA стало для таких игроков неприятной неожиданностью. Им бы хотелось вернуть деньги, ведь уже 1 мая серверы Apex Legends Mobile должны закрыть. Получается, что их инвестиции вскоре сгорают. EA приняла решение не возвращать деньги, потраченные, например, на боевые пропуски или облики для персонажей в Apex Legends Mobile. Очевидно, не все донатеры готовы с этим смириться. Сообщество Apex Legends Mobile раскритиковало ей. Некоторые грозятся вообще ничего больше у них не покупать. Кто-то по-крупному инвестировал в игру. Я потратил около 3-4 тысяч долларов, никогда не думал, что ее закроют в течение одного гребаного года. Я люблю эту игру, это отстой, что она закрывается. Сейчас пользователи делятся советами по тому, как можно обмануть систему и вернуть хотя бы часть донатов. Например, предлагают запрашивать возврат средств напрямую через Google Play или App Store. Никогда такого не было, и вот опять. Diablo 4 должна стать полноценной игрой-сервисом, в которой фанаты смогут провести сотни тысяч часов. По мере приближения к потенциальной дате релиза, вскрываются новые подробности. Так, сообщество Diablo 4 обратило внимание на обновление страницы игры в PlayStation Store. Похоже, что грядущая игра Blizzard повторяет ошибку предыдущей игры серии и требует постоянного подключения к сети. Ранее информации об этом нигде не было. Это просто танцы на граблях. Авторы Alan Wake 2 поделились новыми концепт-артами предстоящего хоррора. В игре пользователи продолжат историю писателя и впервые примут участие в игре Remedy в жанре survival horror. Кроме того, Remedy уже подтвердила, что в игре снова будет использована перспектива от третьего лица. На ПК Alan Wake 2 выйдет исключительно в Epic Games Store. По крайней мере, таков был первоначальный план Remedy. Ну и под конец наша традиционная рубрика «Цирк с конями». Да, в принципе, и со всеми издовыми животными. Креативный директор Dragon Age Dreadwolf не смог совладать с муками совести и раскрыл свой давний обман человечества. Джон Эплер рассказал в своих соцсетях, что у верховых животных в Dragon Age Inquisition на самом деле не было режима спринта. Точнее, он ничего не менял. Из-за кривого движка Frostbites, как у нам, невозможно было задать какую-либо еще скорость, кроме изначальной. Несмотря на все возмущения игроделов, EA настояли на этом движке. И разрабам пришлось всячески изворачиваться, меняя угол обзора и добавляя эффекты ветра. Вот так вот, кругом сплошной обман. А на этом у нас все. И теперь самое время переместиться в комментарии и поделиться вашими впечатлениями об услышанных новостях. Конечно же, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и со всей силы бить в колокол. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok